Полторы тысячи столичных чиновников проверят на детекторе лжи. Главная цель выяснить, брал ли тот или иной госслужащий взятки. В первую очередь к полиграфу подключат тех, кто напрямую связан с проведением торгов или состоит в конкурсных комиссиях. Но вот насколько точны показания прибора? Эксперты уверены, любой детектор лжи можно обмануть. Наш корреспондент Светлана Чудина побывала на допросе одного из сотрудников и сама попробовала обвести вокруг пальца искусственный разум. Кабинеты этой женщины с приятной улыбкой боятся как огня. Виктория Цибульская – профессиональный полиграфолог. Именно она проверяет московских чиновников на детекторе лжи. В первую очередь тех, кто имеет отношение к торгам и закупочным комиссиям. Кто взятку брал, кто давал, а кто злоупотреблял своим служебным положением. Сегодня на эти вопросы отвечал Степан Дворецкий, сотрудник департамента конкурентной политики Москвы. Вы боитесь, что я узнаю то, что вы скрываете? Нет. Работая ведущим специалистом, вы незаконно получали какое-либо крупное вознаграждение? Нет. Смотрим на показатели детектора. Пока никаких эмоциональных всплесков. А вот вопрос про серьезные проступки, о которых не знает начальство, Степана явно взволновал. Наиболее ярким и наиболее значимым вопросом для Степана являлся вопрос о совершении каких-то серьезных проступков, о которых неизвестно руководству. Вот так попытка слукавить оказалась на экране ноутбука. Интересно, что именно на этом кресле сидело немало чиновников. В основном главы управ и префекты округов. Всего 70 человек в прошлом году. А вот статистика. 14% из них пытались скрыть факт получения взяток. Возникает вопрос, может быть, эта цифра больше и кто-то просто перехитрил машину? Какой ли обмануть полиграф? Ну, вы знаете, я всегда считаю, что если мешки катаются на коньках, их можно научить, то любого человека можно научить, конечно, всему. Вот так даже сам специалист признался, детектор лжи можно обмануть. Есть даже инструкции, как это сделать. Кто-то советует выпить пару чашек кофе, чтобы участился пульс. Кто-то представить сцены эротического характера. Обойти тест, например, удалось профессиональному игроку в покер Дэниелу Неграну. Вдохновившись успехом игрока, я тоже попыталась обмануть полиграф. Специалист называла несколько женских фамилий, в числе которых была и моя, Чудина. Это правда, что ваша фамилия Чудина? Нет. Происходит спазм. И мы с вами видим, что в этот момент звучала чья фамилия? Моя. Ваша, да? Совершенно чётко. Увы, все три раза, а именно столько задаётся каждый вопрос в тесте, мне не удалось провести детектор. Ну, профессия такая, говорить правду. Но эксперты уверяют, тренировки сделали бы своё дело. Остаётся надеяться, что чиновники, а их в этом году проверят аж полторы тысячи, такие тренировки не посещают. И на вопросы Виктории Цибульской будут отвечать честно, так сказать, по совести. Светлана Чудина, Артём Стрелов, новости 360. Мы спросили... Продолжение следует...